Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня я хочу рассказать о еще одном отличном кренке на белого хищника из линейки японской фирмы Lucky Craft, модель Clutch в заглублении СССР. Зачастую при ловле головля попадаются такие места, как заросшие участки реки или участки реки с всевозможными отмелями, также закоряженные участки водоемов, где, кроме как поверхностную или подповерхностную приманку, использовать практически невозможно. Как раз Clutch СССР создан для таких условий. Приманка очень ловистая, отлично показывает себя, скажем так, своей стихией. Итак, Lucky Craft Clutch СССР. Имеет длину 45 мм, вес 7 грамм, заявленное заглубление от 0 до 0,1 метра. Как и вся линейка Clutch, качество изготовления отличное. Покраска супер, богатый выбор цветовых решений. Так же, как и на модели СССР, тоже никакой детализации на корпусе нет. Он абсолютно как бы обтекаемый. Ну, это, скажем так, никак не влияет на уловистость данного кренка. Крючки довольно-таки острые. Воблер является мало шумящим. Крэнк на все 100% является идеальным подповерхностным воблером. Так как заглубление его, по заявке от 0 до 10 см, вполне-таки на 100% оправдывается. Больше 10 см, на мой взгляд, данный крэнк заглубить, ну, просто, в принципе, нереально. Проводка в основном равномерная. От медленной до средней скорости подмотки. На данном виде проводки воблер создаёт своими колебаниями на поверхности воды так называемое, как бы, возмущение, рассекая, как бы, своим телом поверхность воды. То есть, как бы, идёт, ну, соответственно, хребет у него рассекает поверхность воды, скажем так. На это отлично реагирует голавль зачастую и щука. Также попадается и окуньча. По щуке также можно использовать проводку стоп-н-го. На паузах, когда воблер полностью всплывёт, можно делать так называемое шевеление приманкой. Щука зачастую отлично реагирует на данный способ, как бы, проводки. Мне порой удавалось в заросших участках водоёмов данным способом выманить щуку. Отличный крэнк в расчёте, конечно, из-за своих размеров больше подходит, на мой взгляд, для ловли белого хищника. В основном, такого, как голавль. Также в приловах зачастую попадается щука и окунь. Всем рекомендую крэнк. Он, конечно, скажем так, узконаправленный, так как он используется на таких отмелях, скажем так. Но такой вид приманки обязательно должен быть в коробке у рыболова. Так что, кто ищет себе подповерхностную приманку, вполне рекомендую данный крэнк. Очень отлично ловит белого хищника. Всем спасибо. До свидания.